Всем привет! В эфире Дети Большого Толка. Программа с яркими сюжетами, интересными фактами и путешествиями. Весь мир, от Барнаула Алтайского края до просторов космоса. Грибы – довольно необычный вид живых организмов. В них присутствуют признаки и животных, и растений. Именно поэтому ученые долгое время не могли определить, как их правильно классифицировать. После продолжительных исследований грибы были выделены в отдельный класс. Так появилось царство грибов. То, как растут грибы, можно сравнить с айсбергом. На земле находится лишь малая часть грибочка, его плод. А вот тело грибница спрятана под землей и может занимать огромную площадь – десятки и сотни квадратных метров. В тундре из-за суровых холодных условий деревья вырастают не выше 30 сантиметров. Из-за особенностей почвы им некуда развивать корневую систему. А вот грибы вырастают, наоборот, очень высокими. Можно почувствовать себя немного алисой в стране чудес. Грибы в буквальном смысле способны пробиться сквозь бетон и асфальт. Во время активного роста внутреннее давление растительных клеток гриба достигает до 7 атмосфер. Это сравнимо с давлением внутри колес Камаза. Поэтому у грибов получается пробиться даже сквозь твердый мрамор. Мухомор с характерной красной шляпкой и белой ножкой является самым узнаваемым грибом в мире. Его изображают в сказках, телевизионных шоу и даже в видеоиграх. Кстати, одежду в горошек дизайнеры придумали, вдохновившись яркой расцветкой мухомора. Знаете, что общего между деньгами и обыкновенными джинсами? Бумажные деньги, несмотря на свое название, печатаются вовсе не на бумаге, а не сделаны из хлопка. В основе ткани ваших джинсов тоже лежит хлопок. Это нужно для того, чтобы деньги можно было стирать. Хотя лев и считается царем зверей, на самом деле он не самый крупный представитель кошачьих. Гораздо крупнее льва – тигры. Они вырастают до трех метров и могут иметь вес до 300 килограммов. Мало кто знает, что чирлидинг – самостоятельный вид спорта, признанный Международным Олимпийским комитетом. Как появился танец с помпонами? И чего общего и различного? У него с танцами и акробатикой. Смотрите наш сюжет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Чирлидинг – это вид спорта, по которому проводятся соревнования мирового масштаба. Он сочетает в себе элементы шоу и зрелищных видов спорта, таких как спортивные танцы, гимнастика и акробатика. Появился он как поддержка футбольных команд болельщицами, чтобы поддержать боевой дух на поле. Чтобы повыше показать плакаты, они начали вставать на плечи друг к другу. Девушки-чирлидерши очень гибкие, сильные и смелые, ведь они должны подбрасывать флайеров. Флайеры – это те, кто летает. Легкие спортсменки, которых поднимают на плечи и подкидывают вверх. Те, кто стоят на вершине пирамиды. Вот, например, упражнение «Чемоданчик» учит флайеров быть жесткими и не сгибаться. Еще на тренировках члены команды учатся падать, доверяя друг другу, чтобы знать, что команда всегда поддержит. Многочасовые тренировки, растяжки, акробатические элементы – все это, чтобы радовать спортсменов и болельщиков, дарить радость и хорошее настроение. Цените труд-чирлидерши. Он огромен. Цветам необходимо солнце, и мы знаем, что за ними нужно ухаживать, поливать, ставить на светлую сторону, заботиться. Тогда цветок будет хорошо расти, станет сильным и пышным, крепким. А что насчет нас самих? Ведь каждый хотел бы вырасти и быть сильным, и ловким, иметь хорошую память и легко учиться, быть в хорошем настроении. А ведь это тоже зависит от питания. Какое же оно правильное сбалансированное питание? Сегодня мы поговорим о пользе белков. В человеческом организме насчитывается от 636 на 850 мышц. Только чтобы улыбнуться, нам нужно задействовать 17 мышц. А представьте, сколько их участвует в том, чтобы бросить мяч, корзину, кататься на коньках, роликах, быстро бегать, танцевать. А еще мышцы участвуют в теплопродукции, то есть благодаря их активной работе мы согреваемся. Так что правильная работа мышц делает нас более сильными и ловкими, а еще можно не мерзнуть. Мышцы защищают наш скелет. Когда мы падаем, они берут удар на себя и смягчают силу удара. Не зря кожу и мышцы называют мягкими тканями. Мышцы нужно тренировать и двигаться. Это все знают, иначе это ведет к их атрофии, то есть ослаблению. Но знаете ли вы, что нашим мышцам необходим строительный материал, так же как и солнце цветку? Этот строительный материал называется белок, или еще говорят белки. Белки выполняют много разных важных функций в нашем теле. Они защищают нас от болезней. Без них невозможен иммунитет. Белки выполняют транспортную функцию. Они переносят кислород и питательные вещества по организму. Так же они дают нам энергию. Но в первую очередь это основной строительный материал для организма. Недостаток белка губителен для организма. Он вызывает головную боль, слабость, болезни. Да и вообще, организм перестает правильно развиваться и расти. Так где же? В чем содержатся эти полезные белки, о которых нельзя забывать ни на один день? Они содержатся в мясе, рыбе, твороге, молоке и молочных продуктах, кефире и яйцах. Суточная норма белка рассчитывается по-разному для детей и взрослых. Как узнать, сколько белка вам необходимо? Об этом позаботились ученые. Над составлением меню школьного питания трудились медики, ученые, физиологи и диетологи. Ведь здоровье детей – это важная задача для всей страны. Поэтому в школьной столовой специальное меню горячего питания. Первое, второе – салат, хлеб и напиток. В них рассчитаны все полезные элементы – витамины и, конечно, нужные организму белки. Не забывайте о правильном питании. Оно нужно организму каждый день. Самое правильное – обедать в школьной столовой. Это верный путь к тому, чтобы быть сильным, ловким, хорошо расти или... Кстати, о кошках мы рассказываем в каждом выпуске. Это не случайно. Нет ни одного человека в нашей редакции, который не любил бы кошек. Да и на ютубе видео с котиками по статистике наберут больше всего просмотров. За что же людям так нравятся кошки? Конечно, они милые, игривые и ласковые. У кошек большие красивые голоса. И они спасают нас от одиночества. Но ученые выделяют еще одну причину – мурлыканье. Кошки мурлычат в диапазоне от 25 до 150 Гц, что является близким к инфразвуку. Медики отмечают, что эта частота оказывает благотворное влияние на здоровье человека. И часто используется в физиолечении. Кошка слышит звуки в три раза сильнее, чем человек. А запахи в 14 раз сильнее, чем люди. Помните об этом, когда слушаете громкую музыку и распыляете духи. Берегите кошечек. Кошки имеют необычные способности. Они предчувствуют беду до того, как она случится. Геннадий, трясения, пожарные наводнения и другие стихийные бедствия. Воробьи – вездесущие маленькие птички, которые большинству людей так привычны, что их попросту многие не замечают. А ведь эти птицы не так просты, как мы привыкли думать. Посмотрим о них сюжет. Воробьи живут с человеком уже более 10 тысяч лет. В полете сердце воробья бьется со скоростью до 1000 ударов в минуту. По этой причине воробей не может долго летать. Этой птице каждые 10-15 минут нужен небольшой отдых. Воробьи видят мир через розовые очки. Особенность зрения воробьев такова, что у них все имеет розовый оттенок. Хотя большая часть птиц видит мир в черном-белом цвете. Короткие лапки воробьев не приспособлены для ходьбы. Поэтому воробьи по земле не ходят, а передвигаются прыжками. Во многих странах стоит памятник воробью, потому что они помогают уничтожить вредителей и спасать посева. Так что это очень дружественная для человека птичка. Загадайте любое число от 1 до 10. Сколько получилось? Ученые говорят, что с наибольшей вероятностью человек загадает 7. А у вас что получилось? Если у вас есть собака, то лунезунчик. Почему? Потому что собаки любят своих хозяев до такой степени, что практически всегда видят вас во сне, когда спят. Интересный факт про собак. Если запах сигнализирует об опасности, то собаки пронюхиваются правой ноздрой, тогда как левая предназначена для приятных запахов вроде еды. На Венере время тянется очень долго. Одни сутки идут 224 земных дня или 7 месяцев. За столько Венера оборачивается вокруг своей оси. Дети смеются и улыбаются гораздо чаще взрослых. В среднем дети смеются около 400 раз в день. Взрослые смеются около 15 раз в день. Как вы думаете, почему? Самая высокая гора в Солнечной системе расположена на Марсе. Это Олимпийский вулкан. Его высота составляет более 22 километров, что в три раза больше высоты Эвереста. Мы привыкли к мысли, что верблюд может долго не пить. Но на самом деле он не рекосмен нашей планеты. Жирафы могут обходиться без воды дольше, чем верблюд. Несколько недель. Жужжание домашних мух очень раздражает. Но истинные ценители музыки могут утешить себя тем, что мухи делают это мелодично. В ключе фа, также называемым басовым ключом. На Земле существует только два создания, которые могут видеть позади себя, не поворачивая головы. Это попугай и кролик. На сегодня это все. Наша редакция уже работает над новым выпуском. В нем вы узнаете о необычных свойствах грибов, как вода защищает все живое на Земле, а также о том, что у Земли было несколько лун. Наука – это здорово!